Всем привет! Сегодня я отвечу на один вопрос, который мне пришел в письме, а не в комментариях. Давайте я его сразу зачитаю. Хотела бы услышать ваше мнение по поводу брачного контракта с турком. Как на это смотрят в Турции, что вы думаете? Это как раз мне кажется хороший ответ любящим свекрам, которые переживают за сыном. Может быть у вас было бы время снять ролик об отношениях в турецких семьях к подобному. Может кому-то еще будет интересно, чтобы не совершить ошибок или предостеречь. Я сама замужем за турком, пока в браке мы не успели приобрести движимое и недвижимое имущество. Все было куплено до брака. Я решила сделать брачный договор, как ярый борец за справедливость во благо своим нервам. То, что мы покупаем вместе, то наше, а другое, чтобы и речь не заходила. Так как вижу, очень у многих начинаются ссоры, когда сторона девушки или мужа купила машину, квартиру, а потом начинается срач. У нас ситуация мое-твое нет, по большему счету обеспечивает муж. Я также принимаю участие в общем бюджете. Если что, то нужно, каждый берет и покупает. Конечно, не считая больших покупок, они обговариваются. Ситуация такая, что со стороны мужа у родителей много недвижимости. И с моей стороны на родине есть. Дело не в жадности, не поймите неправильно. Просто я не хочу, чтобы даже вопрос поднимался об этом и тратить на это нервы и время. Благодарю вас за внимание. Ну, честно, как такого вопроса, я не понимаю. То есть девушка бы уже приняла для себя решение составлять, если вы хотите, брачный договор. Такое редко, но встречается. В основном такие ситуации могут быть в каких-то мезельянсных браках. Браках, где существуют, ну, такие немаленькие деньги крутятся, короче говоря. Когда есть что потерять. Но это не повсеместно, как где-то в Европе или еще где-то тут брачные контракты так не распространяются. Что касаемо юридической стороны, все это есть, как и везде, законы работают. Пожалуйста, договаривайтесь, составляйте. Это ваше дело. Как посмотрит сторона супруга будущего жениха на эту ситуацию? По-разному. Честно скажу, что люди к этому относятся. Такое, если среднее какое-то, не очень богатые люди, которым, скажем так, нечего терять, средний класс, чуть побогаче, отнесутся как-то, ну, настороженно. Вот, главное слово настороженно. То есть это говорит о том, что так, она что-то может замышлять. Здесь не рассматривают так, что вы такая добрая, позитивная, всем хотите нести добро, и вы о всех заботитесь о себе в том числе. Давай-ка, другой дружок, составим брачный контракт, чтобы твои родители не думали, что я меркантильна, потому что здесь другой подход к браку, вот этому институту семьи, к подаркам на свадьбу и всему прочему. Когда здесь идет такой брак, парень с девушкой первого раз женится, выходит замуж, родители копят деньги, откладывают, либо их, да, ну, может быть, у них есть деньги сразу достать, как-то, какую-то часть свадьбы оплатить. Но бывает, что молодожен сами оплачивает свою свадьбу, мероприятие. Дарят дорогие подарки, квартиры, машину, золото, деньги. У кого, конечно, по финансам это происходит, но дорогие подарки родители дарят в семью. И, естественно, если после брака это все 50 на 50, то потом 50 на 50, по сути, и делится при разводе. И если женщина будет делить изначально, ну, у них там, такое, кстати, на свадьбах иногда ругань бывает, я об этом раньше в видео упоминала, когда кто, какая-то сторона больше заплатила, какая-то меньше, заплатила, в смысле, пардон, оговорилась, подарки сделала финансово, как-то вложилась, золото, кто-то квартиру, а кто-то ничего не подарил. И чтобы это, ну, можно сделать договор, но на тебя будут косо смотреть родственники твоего, например, мужа, если ты будешь инициатором. Либо если тебе такое предложение есть после свадьбы, и муж говорит, все-таки давай брачный договор сделаем, нам вот маме и родители подарили квартиру, а твои ничего не подарили, просто на свадьбу приехали. Я вот хотела бы себя обезопасить, но это не принято, неприлично бы выглядело, и турчанка бы встала в контры, это был бы скандал, скорее всего, она бы это так не оставила, она бы пошла, как он, на брачный договор в такую именно ситуацию, как я предложила, она бы пошла подавать на развод, сразу же, долго бы не думая, потому что вот эта дележка финансовая, то есть это общее в кучу семейное, все вместе делится 50 на 50. Если по закону смотреть, что у вас было до брака, ну вам до брака остается, вы ничего иметь-то и не можете с этого до брака, приобретенное не вами, зачем тогда, получается, брачный договор нужен. Брачный договор, ну, для тех, кто в браке, там, зарабатывает денежки, и чтобы потом их не делить, чтобы вот этого 50 на 50 не было. А здесь принято вкладываться, чтобы было 50 на 50 поровну. Если одна сторона родственников, родителей, молодожену, ну, больше финансово вкладываются как-то, ну, здесь не будут культурные люди, скажем так, это отмечать, говорить, а вот мы много чего дарили, а вы, бедняки, у вас ничего нет, как-то понукать этим, тыкать потом после свадьбы, отмечать это, просить делать брачный договор, это тоже сюда в купу идет. Здесь это будет некрасиво. Но есть люди невоспитанные, жадные, которые так могут сделать, я не спорю, абсолютно, и в России, да, везде так могут сделать, так люди могут себя повести и такое говорить. Но это унижение изначально, когда такое в браке у молодожен, ну, или там год-два, это не так уж большой срок, когда это встречается, это очень серьезная, настороженная такая ситуация, после которой будет думать вообще оценивать человека по его поступкам. И все семейство в скупе, не только там невестка будет думать, что это за предложение от жениха, или наоборот, сейчас соберется, скорее всего, у нее какой-то там семейный совет, с мамой, с папой будет советоваться, да, что по этому поводу делать. Как бы вот я рассказываю, как бы Тручанка к этому отнеслась. Это был бы конфликт однозначно, то есть здесь отношение к брачным контрактам не такое, как в Европе, скорее всего, больше, как в России, я считаю. Если тебе предложат сделать брачный контракт, ну, так, задумаются, подумают, что у тебя какие-то дурные, возможно, помыслы есть, ты хочешь как-то отгородиться, не хочешь все вместе, потому что здесь, в принципе, все семья, родители помогают вместе. Родители там, например, дарят финансовые подарки, потом рождаются дети, там, тети, мамы по очереди приходят пожить к вам на недельку, на месяц, ок, порой, помочь с ребенком. У некоторых тети, дяди всякие, ну, в смысле, тети, женщины, в основном, не дяди, тети, мамы, сестры, двоюродные кузины, они живут до года ребенка, по очереди как-то просто приходят помогать домой. То есть и та сторона, и это стараются помочь молодой семье. И как здесь, в клинице, брачный контракт, я не знаю, там, вы что будете тоже прописывать, например, если не финансово, кто кому сколько раз будет приходить, из родственников помогать, то есть, ну, здесь к этому отнесутся очень странно, потому что здесь это семья, это кланы, кланово здесь, если большие деньги, то тоже кланово здесь, если большие деньги идут, то, как правило, мезальянцев браков там минимум, где бы был этот брачный договор, либо он потребовался, потому что деньги к деньгам идут. И здесь, если кто-то богатый, супербедного какого-то, он не возьмет себе в жену, либо замуж не выйдет. Изначально это неравный брак будет по финансам, и никто в это влазит, дабы не делать какой-то прячный контракт, не захочет. Как минимум, если это произойдет, родители будут против. Это будут проблемные отношения, это будут отношения в укор родителям, в укор, может быть, даже каких-то родственников общества взглядом, то есть наперекор что-то. Но в основном в таких клановых семьях, где есть деньги, где родители внесут свой вес, где за деньги дети держатся, не знают, что не могут потерять наследство или, в принципе, содержание какое-то. Здесь слушают родителей, да и, думаю, во всех других странах, не только в Турции. Здесь к родителям будут прислушиваться, потому что рычаг давления – это деньги. Так что как таковых брачных контрактов здесь, чтобы там направо-долево с половодным пошел составил, здесь такого нет. После предложения о брачном контракте, а тебе турецкая семья, турецкий родственник подумают не очень хорошо, настороженно, начнут какие-то, может быть, сплетни среди семьи. Это в любом случае всплывет, это будет как-то обсуждаться в кулуарах, за спиной, шепотки какие-то. И это вызовет в общее слово недоверие к спутнику жизни. Объяснить я родители того, чтобы, как сказать, если вы хотите, вот как в письме девушка написала, я хочу его родители, может, они что-то думают, да, плохое, что я вот типа у меня ничего нет, а его родители думают о том, что я претендую на их недвижимость, или еще что-то. Это их недвижимость? Это до брака, вы на это никак вообще, наследство только, если никогда-то умрут, останется вашему мужу, вы тогда будете в браке его делить при разводе, потом делить 50 на 50. Так им для этого сначала, знаете, столько лет, еще и умереть надо успеть, что-то с ним должно произойти, то есть это вообще странно об этом думать. У вас просто лично, мне кажется, кто писал письмо, комплекс по этому поводу, и вы хотите себя как-то осветлить, как-то, знаете, от каких-то проблем оградить. Вот типа брачный контракт, я типа ни на что не претендую. Но оно вам вообще зачем надо? Для вас важно, что о вас думают другие люди. Если вас прессуют свекры на эту тему, то проблема-то брачным контрактом не решится. Это личная проблема, конфликт человеческий идет. Ваших свекров, например, и вас, которые считают, что вы на что-то претендуете финансово, не хотят с вами что-то потом делить. И раз у вас такие сомнения в голове появляются. Ну и надо решать со свекрами конфликт и эту проблему. Брачный контракт вам не поможет, вот так скажу. Сам брачный контракт в Турции, да, есть юридически неприемлемый. На мой взгляд, неприемлемый. И если вам это не предлагается, то лучше его, наверное, не предлагать, чтобы вас что-то не подумали, как-то не так воспринялись, и вам важно, что вторая ваша сторона вас подумает. Если вы типа из добрых побуждений все, оградить каких-то проблем дорогой, и сама типа предлагаешь, да, на рожон лезешь, давай мы брачный контракт запишем, чтобы ты не думал, что я меркантильная сучка с тобой из-за денег. Зачем ты бежишь впереди паровоза? Мужчина тебе это предлагал? Нет. Значит, он так не думает. Это твой комплекс в тебе, что ты себя считаешь меркантильной сучкой. Вот и все. И тем самым предложив такое, вот ты тогда на какие-то размышления мужчину натолкнешь, он подумает, блин, а в этом что-то есть, да. Раз она так подумала, что я так подумал, значит, есть этому место быть. Хм, посмотрим. Давай, дорогая, все-таки, наверное, заключим. Ну, или какие-то просто сомнения в вас закрадутся. Чтобы просто не компрометировать самого себя, я считаю, что лучше рот про это не открывать. А когда придет ситуация вам это предложит, тогда вы уже можете оценивать этого человека, почему он это вам предлагает, какое-то недоверие он вас вызывает или еще что-то. Но отношение здесь не европейское к этому абсолютно. Я считаю, что как и в России. В принципе, у нас тоже брачные контракты среди нормального среднеэстетического общества как-то не особо котируются, неприемлемые, как-то к этому настороженно относятся. Кто знает об этом больше какой-то информации, если у вас есть примеры об этом в Турции, пишите, пожалуйста, или в вашей стране, как вы заключаете договоры, пожалуйста, пишите в комментариях. Очень будет интересно почитать, узнать на эту тему от вас информацию. Субтитры сделал DimaTorzok